Интересует всё, каково ходить, танцевать, петь на обновлённой исторической сцене. Тяжело, потому что она совсем новая, и там много чего доделывается, дорабатывается, там шумно, немножко, ну, просто это нормально, это всё новое. Премьера окружена атмосферой таинственности. Журналистам разрешают снимать только первые два номера. Что будет дальше? Есть даже версия, что Руслана от Людмилы в одной из сцен будут отвлекать с помощью тайского массажа. Режиссёр ничего не отрицает и даже как будто подливает масло в огонь, советуя детей в театр не брать. Все персонажи и герои, и ситуации имеют такую остроту, которую имеем мы в наших переживаниях, в нашей современной реальной жизни. И мы пытаемся сделать из них достоверных людей, чтобы мы поверили в то, что они на самом деле бывают, а не как бы сочинены. Я на скандал никогда не рассчитываю, я ничего специально не прогнозирую, не манипулирую, не провоцирую. Это как бы не мой язык, не моя чашка чая. Даже на самой первой премьере в 1842 году партию «Князя Ратмира» пела переодетая женщина. А завтра исполнит мужчина, контртенор. Наину споет Елена Образцова, а Людмилу — Альбина Шагимуратова. Своим бельканто она успела покорить итальянский театр «Ласкало». Ее Людмила будет не совсем такой, какой ее представляли Пушкин и Глинка. Немного нескромной, но очень женственной. Она кокетлива, она девушка, которая переживает утрату любви, проходит через ряд соблазнений в замке Черномора и превращается в ту женщину, которая по-настоящему любит Руслана и поняла, за кого она вышла замуж. В начале, во время свобия, она не понимала, за кого она вышла замуж. А вот так теперь выглядит главная сцена Большого. Она превратилась в трапезную, где уже завтра царский прием. Последние приготовления перед первой премьерой в обновленном Большом театре и выбор Руслана и Людмила. Самый верный, ведь здесь есть все. Национальный, колорит, волшебный сюжет и хэппи-энд. Тем более, что это чуть ли не единственная оптимистическая русская опера, где добро, безусловно, побеждает зло, а влюбленные находят друг друга. Ася Семенова, Нелий, Шметова, Рубен Миробов и Владимир Зинуров. Вести, Москва. И срочная новость, которая пришла только что. На улице Главмост строят, а запад столицы горит 17-й.